Конкурсная комиссия в очередной раз не утвердила ни один из эскизов въездного знака «Нижний Тагил». Напомним, изначально художники представили шесть вариантов. В финал попали лишь два эскиза – Юрия Дворникова и Антона Зырянова. Авторам было предложено доработать проекты. Он просто, будем так говорить, на мой взгляд, просто всунул этот орден трудового образного знамени вот здесь вот вниз. Вот именно что всунул? Вот, он получился очень эклектичным, особенно если посмотреть с девизом, совершенно лично, с девизом «Неделами и словами». Здесь уже было учтено все пожелания, то есть он добавляет надпис «Нижний Тагил». Потом он добавляет здесь же все-таки орден трудового красного знамени вот в композицию. Зачем-то вводит сюда ящерицу, которая здесь совершенно лишняя, вот на наш взгляд. Нам с доработками данное, скажем так, предложение снова принесли. И, в общем-то, мы коллегиально обсудили один и другой проект. Появился еще и третий заявился. Он, конечно, заявился вне конкурса, но мы все-таки решили его посмотреть. И, в общем-то, совместное было решение на следующий день, что признать, что конкурс не состоялся, так как все-таки те предложения, которые поступили сегодня от наших художников, они немножко не соответствуют той концепции, которую мы хотели видеть. Рабочая группа решила объявить конкурс на создание въездного знака заново. Но в этот раз специалисты администрации укажут в конкурсной документации все пожелания о том, что должен отображать знак, а также подготовят историческую справку о Нижнем Тагиле. Более того, к участию в конкурсе допустят художников и архитекторов со всей России. Редактор субтитров А.Семкин